Я ж говорила, я ж говорила На ютубе одни токсики сидят Кто хочет Чтобы его так поругали Так, лот номер один Иван нам представляет Вот такую вот композицию С ярким контрастным сочетанием И довольно сочетание На самом деле сложное, потому что у тебя Было кашпо Не нейтрального цвета То есть, скажем, оно было такое Голубенькое, производное от синего Когда вы берете тот или иной Сосуд, всегда обращайте Какого он цвета Если вы, например, соберете В белом кашпо, в чистом Какую-то яркую, алую, красную композицию То кашпо будет Всегда перетягивать на себя внимание То есть, светлые элементы Поэтому всегда мы смотрим на этот Аспект По распределению материала Что мы с вами видим У нас с вами По высоте, в принципе, все хорошо Фокусная точка у нас здесь стоит Хоризонтема Одноголовая Но на самом деле, если мы с вами посмотрим Особенно из далека или на камере То с большей вероятностью Именно сейчас Будут спорить два вот этих элемента То есть, хоризонтема и гвоздика Потому что, когда поставил хризу Закрыл вот эту вот Дамочку Вот И вот эти две группы Немножечко стали Спорить По цвету Доминирующий цвет какой? Желтый Да Здесь этот момент просматривается Внутри По поводу радиальной Техники Ну, в принципе, она Есть Она присутствует В этом плане Все У нас хорошо Есть моменты, конечно, где Немножко просвечивает Оазис Но это, в принципе Не так критично Очень даже Хорошо Молодцы Давайте следующий Ну, хорошо стоит Ну, вылетело только Ну, хризонтема изначально Он ее как начал насиловать С третьего дня Так и Все хорошо Все на месте Давай Я обещаю не ронять кашпо Посмотрите по цвету Как хорошо подобран материал Да Где у нас в композиции И земные цвета присутствуют С добавлением С таким хорошим прям Добавлением черного цвета Так и практически белый Ты очень хорошо вытянул цвет Цвет мне очень нравится Молодец По выпадам, в принципе Все хорошо В идеале Можно было Немножечко Скажем Дать еще один ярус Впереди Да, потому что Посмотрите Здесь какой объем Здесь какой объем Здесь немножко плосковато Да, то есть Я говорил Вот Если есть такая возможность Всегда вперед Цветы тоже мы с вами Выводим Хорошо закрыла Оазис В принципе Вот немножко спереди Есть пробел А так Я же говорила Я же говорила Я же говорила Сейчас засунем в вазочку И все Так что вот Крепление с внутренней стороны Кашпо Как вы Согласен Да, то есть Если вот По верхнему краю У нас есть Второе такое Кашпо Мы сейчас проверим Кстати, цветы не вылетели Обратите внимание Цветов нет Так что Ну композиция Очень красивая Теперь, говорит, не видно Уазис Уазис Сел глубже Держи Молодец Ну действительно Цветов-то нету Здесь сразу видно Что у нас есть Шанс потерять тыкву Да, потому что Ну физику Никто не отменял Вот Тяжелый предмет Маленькая тонкая нога Есть вероятность Что оно вылетит Но бывали случаи Когда не вылетало Смотрим по Группировке материала Герберку Хочется немножечко Ее рядышком поставить Поженить Чтобы все-таки Было 2 и 1 Скажи мне Пожалуйста У тебя писташки Не хватило Почему Хватило А почему Так Лысенько Внутри Не спорю Что композиция Очень бюджетная 6 гербер 3 хризантемы Максимум Одна тыква Гиперикум И Садово-огородная Приблуда Вот Немножечко Мне непонятен Вот этот вот Хаосный Ёршик Не спорю Что по цвету Светлой гербери Она хорошо Пишется Но Не вот Не вот Так А ты как У нас закрепила Тоже Снутри Тыква Не вылетела Зато Так Восстание Далеко Ни одного Цветка Нету А нет Киперикум Сломался Ну За цвет хвалю Цвет Очень хорошо Грамотно Выставила Молодец Пожалуйста На самом деле Если бы Вот это Обрезали Потому что Крепление Крепление Вот оно Идет Его не видно Основное А вот это Я не знаю Зачем Оставил Причем Тут-то Вроде Прикрыло А тут Ну Вот такая Вот В принципе Очень Даже Коммерческая История По Распределению Материалов В принципе Из такого Количества Получилась Достаточно Большая Работа Объемная Хвалю За то Что Поставила Тростник Какой Главный Аргумент Как вы думаете В пользу Тростника Совершенно верно Если бы у тебя Все было Розовенькое Да То есть Изначально Не было бы Понятно К чему Вот эта Коричнево-бежевая История Да То есть У тебя Появилась Связь Это Хорошо По Переходу Так В принципе Все это Дело Вытянуло Это я Про Выпад Сейчас Вот Эта Остельба Стоит У нас Не Радиально В принципе Даже По движению Не видно Приятный Микс Вот Таня Кстати Закрыла Очень Хорошо Даже Когда Ты Залазишь Посмотреть Что там В оазисе Там Ничего Нету То есть Пистоши Седом Все Закрыли Вот Вот Так В принципе Хорошо Фокусная Точка Есть Тут Все Вытянуло Лот Номер Три Хотя Кажется Что Большой Кирпич Целый И Закрепил Это Практически Можно Сказать Почти Изнутри Но Не Изнутри Молодец Хвалю Вот Такой Вот Тоже Очень Хвалю За Цвет Причем Проработала Композицию С той С другой Стороны Молодец Оазис Практически Не Видно Тоже Если Какие-то Крепления У нас Хвостики Остаются Тоже Вырезаем Под Главный Анкор Так Фокусная Точка У нас Капуста Гербера 2.1 Здесь У нас Гвоздика 2.1 Вот С этой Стороны Поставил бы Вот эту Гвоздику Чуть Чуть Пониже Для Того Чтобы У тебя Тоже Пошло Вот Это Вот Движение То То Есть У Тебя Вот Здесь Ямка То То Есть Вот Этот Плавный Переход Должен Быть Так Внутри Ну В принципе Все Стоит Радиально Как Надо Так Тут Все Закрыло Ни одного Цветочка Не вылетело Молодцы Так Кстати Очень хорошо Что Например В Кашпо В таких Есть Запас Воды Так Скажем Который У нас Вытекает В процессе Работы Это Дополнительное Жизнеобеспечение А Хвалю За цвет Цвет Очень Грамотно Сделан Переход От Чисто Белого В Бело Зеленый В Голубой В Синий В Фиолетовый Растяжка По цвету Достаточно Хорошая По Подбору Материала Очень Много Мусорных Элементов То есть Мелкого Материала Ну Понятно Что Ну В этой Цветовой Гамме Другого Материала То У нас И Не Было То То Есть В идеале Всегда Пытаемся Если У нас Какой То есть Мусор Из Серии Два Вида Лимониума И Лаванда Соединились В одной Композиции Нужно Добавить Постараться Побольше Гладких Элементов Вот Например Гербера В твоей Работе Она Как раз Таки Соглаживает Все Это Дело Вот Оазис Внутри Виден Да То есть Его Видно А Ты же Хотел Вроде Писташку Поставить Я По Краням Туда А А А В центре Не Надо Да Вот Если Добавила Ее Еще И В Центральной Части Вообще Цены Не Не Было Тебе Так Поехали Ну Стоит Все Радиально Да Ну Так В принципе Молодец Я Называю Эту Композицию Драматический Столбняк Знаешь Что Наверное Мне Понравилось В этой Композиции Изначально Твоя Вот Эта Вот Философия Цвет Цветовое Решение В принципе С вазой Хорошо Сочетается И Камыш Коричневый Но Изначально Когда ты Поставила Там Можно Сказать Две Ветки У Тебя Была Графичность Да То есть Этих Веток Она Была Очень Хорошей Хорошо Читалась Потом Ты Напихала Шарик Из Хризантемы И Вся Графичность Нафиг Пропала Вот Я бы Поставил Наверное Хризантему Ниже Всех Прямо Ее Вот Немножко Притопил Розочку На уровень Выше И вот Потом Уже Все Вот Это Вот Вся Вот Эта История Пошла Вот Сейчас Немножечко Есть Небольшая Дисгармония Потому что Цветастая форма Это у нас Круг Да А выпады У нас Такие нейтральные Цвета Практически Нету Вот Такой момент Есть По подбору Материала Цвета Вообще Отличная Пятерка Есть И мусорные Элементы Есть И гладкие Элементы Есть Драматичные В принципе С вазой Все это дело Сочетается Оазис Практически Не видно Если только Докопаться Оазис У нас Немножечко Похож На Гауду Ну С такими Вот Дырками В принципе Так Ты Закрепила Ага Закрепила Ну Даже Тяжелые Ветки Не вылетают Так что Молодец Лучше Вот Этой Лучше Вот Этой Вот Эта Сторона Все-таки Более Выигрышная Потому Что Здесь Явный Фокус Который Стоит С Противоположной Так Скажем Стороны Вот Цветовое Решение Интересное Интересное Но тоже Есть момент Так же Как у Александры У нас Есть Круглая Шапочка Плотно Набитая Шляпа И из Из нее Вот Какие-то Рыхлые Элементы Торчат Да То есть Согласен Согласен А че ж тогда Круглую Ты не сделала Чтобы вообще Все Сочеталось Моё Моё Был бы все еще ничего, если бы ты их хотя бы поставил не на одной высоте, немножко пониже. То есть вот эти два георгина, вот такой момент есть. Капуста хорошо вписалась во всю эту историю, она тебе добавила светлое пятно, стала фокусной, это хорошо. В идеале добавить было бы что-нибудь такое вот светло-фиолетовое, светло-сиреневое. Ну не было там, понимаю, в идеале можно было бы. Амарант в принципе хорошо, но он очень прекрасно смотрится, когда он, например, либо живой, либо стабилизированный, он ложится вот плавно. Вот когда он высыхает и стоит как... Мы поняли, мы делали из того, что было. Хвост апостума. Хвост апостума. Наверное, он примерно такой идет. Усики. Вот. Она мочить не догадалась? Нет. А что его можно? Ну, чтобы он стал более пластичный-то. Ну ладно уж, бог с ним, пусть висит. Вот здесь тоже есть опасность, что все вывалится. Но может быть такой опасности нет. Ну, капуста. Сейчас посмотрим, где у нас тут стояла капуста. А в капусте кратер. Ну, там такой очень толстый стебель. Очень толстый. Там помимо толстого стебля еще и фарш внутри. Да. Вот сейчас возьмешь, потом посмотри, какой там фарш. Так. По цвету сочная, яркая, использованные такие чистые цвета. В принципе, смотрится достаточно хорошо и гармонично. Что бы я сделал? Я бы добавил парочку зеленых листиков, такие как у нас есть в центральной части на выпады. Ну, то есть, никто не запрещал выводить какие-то элементы, чтобы вот эта вот лохматая подушечка у нас вот здесь вот обыгралась. По фокусу, фокус леукоспермум в принципе стоит с той стороны, что нужно. Немножечко, немножечко проглядывает уазит, если сверху смотреть, по крайней мере. По радиальной технике в принципе все хорошо. и это вот как раз таки второй такой кашпок, где закреплено все это дело изнутри. Подождите. Все, поднимайте. Поднимайте. Еще раз. Не надо. Ну, ну, ну. Хорошо, да. Спереди дать объемчика, чтобы она не такая вот, как будто ее утюгом погладили. Вот. Или уронили уже. Вот. Чтобы вот здесь тоже был объем. Вот. Сзади цветов в три раза меньше. Вот. Но. Но. Да. Коммерческая флористика, она такая. Молодец. Вот видите, как еще приклеить. Даже интересно, что-то там внутри намудрило. Хорош! Хорош! Скоробо.